Я в банк убрал, есть такая длинная пипетка, вот такая полметровая, ну с грушей, то есть из этого плафона, я например ее сюда, вводится пипетка, я отсюда отбираю материал и вношу например в банк, отсюда он заливается в банк, и в банке растет мицелий. То есть, сколько надо банк, чтобы она растла в банк? Сейчас, это такой, ну как сказать, сейчас вопрос идет не практической деятельности, сейчас мы вернемся к тому, что у вас, я просто расскажу для общего понимания. И вот с этим штативом, я думаю, что вам нужно будет делать лабораторию, мы будем однозначно, я вам скажу, я более чем уверен, что здесь в монастыре я первый, но абсолютно не последний раз. Ну, мы в принципе должны сначала удачно делать вот эти последние шаги, вот блоки, банка, там мицелий, там средства. Для того, чтобы добраться до понимания того, что я вам сказал, вам нужно практически научиться простым вот этим манипуляциям, Да, простым манипуляциям. На высший уровень возделать это, потом уже тогда будет понятно и легче. Почему я рассказываю? Да. Это один из видов стрелажей. Блок вложится один на другой, это первые, когда у меня, одни из первых, которые у нас были. Ну, они не оправдали себя, потому что идет... Нет. Так, сейчас. Да. Даже эти были больше. Только в Приморде и самого, вот такого уровня. Пока еще берем. Ну, тоже у нас фазы, сначала. Да, они там с ножки не лепли, вот не надо ставить. Это координатский. Это все, что с бутвой К штаммы, это китайский, ну, их желательно их не покупать, потому что они... Ну, я только увидел золотые какие-то штуки. С китайскими у нас было такое, вот смотрите. Я не знаю, что это такое. Пришли в Приморде, там есть перспективный урожай. Приходим, например, 20, 20 блоков, 20-25 блоков из этого количества, 20-25. Они стали желтыми, да, стали желтыми и мокрыми. То есть 25% непонятно в одних и тех же условиях. Все одинаково, только они начинают почему-то... Это китайский. Вот эти китайские. И потом я начал читать, когда появились вот эти китайские, я начал читать на формах, и люди написали, что они просто глючат. Вот эти китайские, они глючат. Непонятно почему, они абортируются. Но это плохой фактор для промышленного производства, когда ты уже уверен в том, что 25% какой-то продукции будет абортирована. То есть и китайских мы отказались полностью. Все штаммы, которые идут из Китая. Теперь смотрите. То есть в следующий раз оказывается, что Китай говно. Во всем. Китай Моздай. Там где-то миншки. Тут вот кнопка, да, тут дверь. Полив делается следующим лорусом. Заводится шланг. Мы считаем, что стеллажи здесь, здесь и здесь. И считаем, что стеллаж будет еще посередине. Блоки сюда. Ну, скажем, где-то. Или, ну, это не важно. Или, например, вот, два поставим еще вот так. Значит, делается... Тут ставится заглушка. Теперь, значит, там система этого полива, она приблизительно такая. Тут сверху идет форсунка с микро-дырочкой. А внизу делается такое... Ну, она вот приблизительно где-то вот так. Такая пластмассовая штука. Вот. Тут такая, как табулетка. Когда под давлением подается вода отсюда, она разбивается об эту табуретку и она делает полив в две стороны. Приблизительно... Как туман. Туман на один метр. Один метр сюда, один метр в другую сторону. То есть... Каждые два метра... Каждые два метра, то есть получается сюда и здесь через метр, еще метр, через два метра ставится еще одна такая форсунка. Она делает свое полиполив. И перед этим в доставку воды ставится фильтр. Обязательно. Потому что в процесс закачки может попасть, например, песчинка, которая попадает в такую микрофорсунку и она просто ее... Ну, не улетит и строит. Вот. То ставится фильтр. Тоже я покупал его в Мариуполе. Там такой вообще классный фильтр. Мне понравился. Там такой набор... Такая трубка. Такая длинная. И вот эти фильтры, они складываются... Как сказать... Такие кольца. Такой фильтр, как у них на теплице. Такие пластиковые кольца, когда вода из трубы заходит внутрь, а назад возвращается через систему вот этих колец. Но самое классное то, что фильтр вечный. Если он... Да, прошел год, например, вы вынимаете эти кольца все вынимаются с мылом, промывается, складывается обратно и фильтр очень хороший. Мне понравилось... Да. Вот это... Что это такое? Было такое у вас? Да. Что это? Это червяки. Вот смотрите. Видите? Вот это были личинки. Это червяк. Это личинки вот этих грибных комариков. Они вот полностью... Сначала они здесь, они здесь скушают вот эти белые мицели. Ну, потом все больше и больше... Их вина так все складывается. У нас есть разные... И древние комарики, и там еще так... Одесса в прайсе. Вот. Смотрите, вот это. Какая ты такое? Что такое? Что такое? Какая? Я... Да ну. Это ты мне привозил. Ты послал. Ты мне привозил. Да, это тоже бывает такое. Что это такое? Какие-то грибочки. Ну, они тут такие, это золотые. Это в плюзии, в плюзии нормальные. И скорее всего, это из блоков. Вот вот это проблема с климатом. Вот шоу. Или много воды, или... Да, и оно должно быть так, чтобы не было ни сыра, ну, как там... Так, чтобы... И было постоянно испарение. Если воды за много, значит, да, должна испариться. И вентилировать. Или много не поливать уже. Ну... Ну... Ходить эти... Можете, да? Ну... Ну...